Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Мы сегодня будем говорить с вами про ценообразование на примере ERP и вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести нашу сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина и в общем-то если вдруг вам оказалось неудобным время или что-то вы не успели рассмотреть или прослушали, то вы можете через некоторое время вернуться на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и будем очень рады, если вы найдете еще какие-то интересные для себя материалы. То есть приглашаем вас к сотрудничеству и будем благодарны за обратную связь, то есть может быть какие-то вопросы вам особенно интересные, хотелось бы отдельно послушать или какие-то вопросы касательно вашей деятельности, ваших бизнес-процессов. Соответственно мы будем рады ответить и любым доступным для вас способом присылайте ваши вопросы, мы сможем ответить и более предметно уже согласно вашему описанию и больше времени уделить на именно вашу проблему. Итак, значит мы с вами поговорим о ценообразовании программы нашего вебинара сегодня выглядит так. Ну естественно как большинство разделов ERP мы начнем с раздела НСИИ и администрирования и соответственно поговорим про справочник виду цен. Посмотрим настройки, которые мы должны сделать для использования скидок и бонусов, посмотрим карты лояльности, документы, установка цен на номенклатуру зацепим немножко и естественно рабочее место цены, прайс-лист, ну и собственно про изменение цены, немножко про дополнительные сервисы, про это все мы поговорим. Первое с чего мне хотелось бы начать это вот с такой таблички, то есть естественно прежде чем что-то настраивать нам надо в общем хотя бы представлять структуру. То есть какие у нас будут группы цен, например для дилеров, для веб-клиентов, то есть какие мы хотим настроить цены. Затем соответственно у нас будет настройка видов цен, как конкретно назначать какие-то цены и как их устанавливать, изменять. Настройка диапазонов, то есть если мы хотим например поговорить о том, что ниже чем вот определенный уровень цен мы не можем устанавливать, то есть как настроить такие диапазоны. Про формирование отпускной цены, например, если у нас оптовая торговля или если у нас производство. Ну и кончая тем, что как напечатать например прайс-листы, как напечатать ценники, как напечатать этикетки. Если например вы готовите товар к отправке и вам нужны упаковочные листы, этикетки на палеты. Ну собственно говоря могут быть самые разные условия. То есть прежде чем нам трогать раздел НСА и администрирование, мы должны для себя понимать, что мы хотим. И уже только после этого мы с вами идем, вот на слайдике видно раздел НСА и администрирование и подраздел настройка НСА и разделов и CRM и маркетинг. То есть как мы с вами знаем в разделе НСА и администрирование, если можно так сказать, происходит грубая настройка, то есть активация всех функциональных опций и уже после этого мы можем приступать к самому подразделу, допустим, CRM и маркетинг и настраивать соответственно там все наши хотелки. Как сегодня будет проходить наша встреча? Мы с вами будем говорить теоретически. Я буду показывать слайдики, чтобы и зрительная и слуховая память закрепилась. И после этого мы будем переходить на демо-версию программы. И соответственно смотреть то, о чем поговорили уже, так сказать, в действии и какие-то варианты, какие-то конкретные шаги будем осуществлять напрямую в конфигурации. Переключаемся мы вот таким образом. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, вот именно в этот раздел администрирования. Вот так это у нас выглядит. Значит, раздел НСИ и администрирование, как я уже сказала, у нас подраздел настройка НСИ и разделов, и мы с вами выбираем CRM и маркетинг. То есть у нас с вами есть настройки CRM и настройки маркетинга. Настройки CRM мы сейчас мельком глянем. То есть у нас здесь есть вот такие отметки чекбоксы при работе с разделом НСИ и администрирования. И самое основное, на что надо обращать внимание, это вот на эти подсказки. То есть внимательно читать, что мы делаем, и уже после этого ставить отмечки. В большинство, конечно, отметок можно добавить или убрать по ходу работы. Но есть некоторые настройки, которые после того, как вы создали уже определенные документы, нельзя убрать. Но про это тоже будет настройка сказана. Но CRM мы сейчас не смотрим, а мы смотрим с вами маркетинг. Вот он. И, естественно, первое, что мы задаем, это что мы будем несколько видов сцен. И вот здесь, в общем-то, на первый взгляд, не совсем понятно, что такое используется на образовании версии 2.5 и 2.0. Что это такое, зачем оно нам надо или не надо. На самом деле, на определенном этапе в конфигурацию были внесены серьезные изменения. И происходило это, когда была у нас конфигурация версии 2.0. И мы переходили на версию 2.5. То есть у меня сейчас такая настройка. Видите, я могу перейти на версию 2.0. Но у меня установлено, естественно, ценообразование версии 2.5. Чтобы было понятно, что это такое, мы можем провалиться, вернуться на ценообразование старой версии. Но можем посмотреть и настроить, что у нас сейчас происходит. На самом деле, в новом варианте настроек у нас добавились некоторые справочники. Добавились возможности работы с характеристиками. То есть у нас теперь можно установить цены с учетом характеристик. Ну и, естественно, сгруппировать это уже так, как нам хочется. Мы не будем сейчас переходить на настройки. Просто по ходу пьеса я еще пару слов про них скажу. Ну, на самом деле, мы устанавливаем, что у нас есть несколько видов цен. Ценовые группы, то есть группировки, например, по видам продукции или по видам товаров. Будем или нет мы применять скидки? Ну, мы считаем, что мы будем их применять хотя бы только для примера, но тем не менее. То есть отмечаем, что у нас будут всякие разные скидки и бонусные программы. То есть чтобы мы могли работать с бонусами. Обратите внимание на ссылку. То есть невозможность отключить сегментацию клиентов, так как у нас уже установлены какие-то дополнительные настройки. И как нам в эти настройки попасть? Соответственно, просматриваем все, что нас интересует. Переходим в чекбоксы, отмечаем. И если требуется, переходим по гиперссылкам. То есть то, что выделено у нас вот таким синим текстом. Вот считаем, что мы все чекбоксы проставили. Все красивые зеленые галочки у нас стоят на нужных местах. То есть раздел CRM и маркетинг мы посмотрели. Сейчас вернемся к нашим слайдикам ненадолго. Так вот. Значит, мы с вами сходили вот в этот раздел. И администрировали CRM и маркетинг. Следующее, это то, что мы с вами смотрели. Настройки маркетинга. И самые основные флажки. Это несколько видов цен. И выбор вариантов ценообразования. То есть я выбираю 2.5, потому что у него расширенные версии. Ну, естественно, если у вас сильно, допустим, доработанная система ценообразования, и вы не хотите ее менять, то вы выбираете 2.5 версию. Немножко теории. То есть что у нас появилось? Новая версия, я уже говорила. Это появились новые справочники. Это возможность работать с характеристиками номенклатуры для ценообразования. В серии номенклатуры, если для вашего, допустим, бизнес-процесса, вычет серии необходим. И добавился новый регистр. Соответственно, цены номенклатуры версии 2.5. Мы уже посмотрели, где это находится. И, соответственно, в разделе сериал-маркетинг, куда мы сейчас с вами перейдем, у нас дополнительно, как во всех других разделах, есть справочники, то есть возможность заполнить справочники, отдельные рабочие места, про которые мы немножко поговорим, и формирование отчетов. И, соответственно, мы можем включить или отключить нужные нам справочники уже в этом разделе. И, соответственно, настроить дальнейшие действия. Мы сейчас этим и займемся. А вот на схемке мы видим с вами виды цен. То есть мы задаем цена поступления. Это как бы цена, от которой можно задавать дополнительно различные цены путем, например, формулы или путем добавления каких-то процентных наценок. Ну, то есть создаем цену поступления. Как мы это делаем, мы сейчас поговорим. Следующий слайдик. Это уже показывает, как мы перешли в раздел CRM и маркетинг. И, как я уже говорила, здесь у нас есть настройки и справочники, дополнительный блок. Это уже, так сказать, более тонкая настройка. И мы будем говорить с вами в первую очередь о видах цен. Значит, переключаемся. Вот он наш блок CRM и маркетинг. Практически все блоки, которые у нас под блоки, так сказать, под разделы, имеют такую же структуру. То есть настройки и справочники и отчеты. То есть вот отдел продажи у нас тоже самое имеет. Отчеты по продажам. Помощник продаж, где мы можем что-то настроить. Закупки. То есть, видите, здесь тоже есть раздел МС и закупок. Возвращаемся с CRM. И смотрим настройки и справочники. Что они нам дают. В первую очередь это виды цен. Значит, виды цен. Мы переходим по гиперссылке и попадаем вот в такое окно. То есть здесь мы создаем через кнопку создать. Если хотим создать группу, например, цены для дилеров, цены для оптовиков, естественно, создаем группировку. Ну, мы пока выберем просто создать цены. И у нас появляется вот такое окно, где мы задаем, во-первых, наименование, а во-вторых, идентификатор формул. Ну, у меня сейчас ничего не задано. Поэтому сейчас мы поговорим теоретически, как летать в космос. А потом перейдем уже к более предметным и слайдам, и примерам. Соответственно, важный момент. Появился вот такой, ну, такая ссылка, окошко выборов. И вот здесь мы выбираем, для чего мы создаем эту цену. То есть, допустим, мы сейчас не группу создаем, а отдельную цену. А значит, у нас есть выбор для всех. То есть, цены действуют для всех контрагентов, для всех предприятий, складов и так далее. Можно выбирать склад, можно выбирать формат магазинов. Обратите внимание, партнеров. То есть, если мы хотим использовать, например, холдинговые структуры наших клиентов и создаем для сетевиков, когда у нас идет, например, партнер один, а юридических лиц много. Или наоборот. Много. Ну, Виктория один партнер, а магазинов у нее может быть много. И для соглашений. То есть, мы можем создавать цены, которые будут использоваться для соглашений. То есть, не конкретно для продажи, для каких-то конкретных веб-клиентов, а в соглашениях. И, соответственно, в каких разделах бизнеса, то есть оптовая, продажа розничная, мы вот здесь вот ставим необходимый флажок для выбора нужной позиции. Обратите внимание, что красное подчеркивание у нас есть не во всех, а только в двух разделах. То есть, это поля обязательные для заполнения. Ну, и, соответственно, здесь мы выбираем варианты, которые нам подходят. И вот здесь, если мы останавливаем курсор, у нас появляется вот такая подсказочка. То есть, если мы предусматриваем, говорим, быстрее или не быстрее, чем подсказка действует, выбираем, соответственно, ситуацию, какая нас устраивает. И как мы задаем цену? Как мы будем создавать эту цену? В этом случае у нас действует достаточно большой выбор. То есть, мы можем ручное заполнение, формулу на ценку какую-то на другой вид создать, цену поступления. То есть, как я уже говорила, цена поступления – это обязательный реквизит, который надо задать. И к этой цене мы можем формулами или, допустим, процентами или суммой какие-то наценки создавать. Ну, и вот вы видите достаточно большой перечень возможностей. И допускается загрузка из Яндекс.Маркета, Сазона. То есть, если вы работаете с маркетплейсами, то вы можете загружать цены, которые используются на этих площадках. И вот самый интересный момент для ленивых – устанавливать цены по документу поставки. Мы к этому вернемся ближе к концу. Когда будем рассматривать, как формируются цены и прайс-листы. Но обратите внимание, что вот здесь нам желательно проставить галочку, потому что в нашем случае лень – это двигатель прогресса. И правила округления. То есть, если вы хотите иметь цену, допустим, в рублях и копейках, то вы ничего не делаете. Если хотите, чтобы цена округлялась, например, до целых рублей или, например, до 50 копеек или до десятков рублей, вы, соответственно, задаете по арифметическим правилам. То есть, проставляем здесь чекбокс. У нас становятся доступны вот эти вариации, и мы их используем. А вот здесь вот обратите внимание, очень душевная настройка, потому что позволяет следить за ценами. То есть, если я хочу делать скидку вип-клиенту, например, я ему предоставляю скидку 30%, а у меня вся наценка 15%. Соответственно, я уже в этом случае пошла в минус, ниже себе стоимость. Ну, что бы то ни происходило, я устанавливаю пороги срабатывания. То есть, я устанавливаю цену, при которой у меня программа должна закричать, что стоит, что стоит в своем ли уме. Соответственно, я создаю себе условия, что если у меня цена, я пытаюсь, например, задать цену ниже, там, на 20% себестоимости или на увеличение, то у меня программа должна пересчитать. То есть, если я, допустим, проставлю здесь вот так вот 5%, при изменении цены закупочной на 5% или при увеличении на 10%, я должна установить новые цены. Соответственно, проставить должен быть пересмотрен. И такие пороги я могу установить, провалившись по вот этой ссылочке, пороги установления создаю такие, которые меня устраивают. Это мы с вами провалились виды цен, то есть создание видов цен. Повторюсь еще раз. Это у нас могут быть... Мы сейчас этот опыт закроем. Нет, не надо. И у меня по умолчанию созданы в демобазе вот такие всякие разные виды цен. То есть, у меня есть оптовая цена, есть дилерская, есть трибьюторская, розничная, ну, то есть, всякие разные. И вот цена поступления, сейчас мы посмотрим. Как вы видите, наименование такое, чтобы было понятно, чтобы я потом не думала, а что же Штирлиц здесь имел в виду. То есть, где применяется. Здесь, как вы видите, у меня для всех, то есть, без особых выкрутаций, цена поступления бывает и у товаров, и у материалов, и у услуг, соответственно, которые мы приобретаем у наших контрагентов. И вот какие у меня здесь установлены чекбоксы. Ну, естественно, если я, например, возьму оптовую цену, у меня будет уже совершенно другая картинка. Она тоже для всех у меня предназначена, но уже стоит флажок включает НДС. Валюту я выбираю рубли. Могу выбрать условные единицы. То есть, если у меня будет стоять валюта цены какая-то отличная от рублей, то, естественно, эта цена будет применяться, например, в контрактах. Я хочу, чтобы у меня эта цена применялась и в оптовые продажи, и в розничные. Вот такие фантастические отметки я проставила. И, соответственно, задаю на оценку на цену поступления для того, чтобы рассчитывать уже другие цены. Ну, то есть, вот видите, какие я задавала здесь на оценки и параметры. Вот, как вы видите, у меня достаточно большой перечень видов цен. И уже по этим видам цен дальше я настраиваю необходимые прайс-листы. Обратите внимание вот на такие ссылки. То есть, я могу задать диапазон допустимых цен вот таким образом. И могу задать расписание, если мне интересно, автообновление. Зачем мне нужно автообновление? Затем, чтобы сейчас вот так вот сделаю, вот. Затем, чтобы вручную не пересчитывать все цены, когда происходит какое-то событие. То есть, я задаю расписание, по вот этой ссылочке. Например, вот таким образом. Когда началось, когда окончилось, когда повторяется. Соответственно, это дневное или недельное или месячное. Ну, смотря, какое расписание у меня будет. И значит, какие цены должны быть обновлены. Ну, например, все это, если я беру пересчет для всех, выбранные, это те, которые я по кнопочке добавить сюда выбираю. Я могу выбрать и зависимые цены, или наоборот, выбрать только исключение, что, например, для VIP-клиентов я не пересматривала, потому что там и так нахальная наценка, а вот для всех остальных пользователей. так, сейчас мы это закроем. Стройка ценного образования. Значит, напомню, это мы с вами сделали первый шаг, это мы настраивали виды цен. Значит, кроме того, что я виды цен настроила, я могу задать, для каких складов, например, у меня действует эта цена. То есть, видите, я ставлю, где действует и задаю перечень моих подразделений и какой конкретно вид я в этом случае использую. Так, значит, от вида в цен мы переходим, сейчас с вами вернемся снова к слайдикам. Значит, это мы с вами были вот тут, CRM и маркетинг, постройки и справочники и настраивали виды цен. Соответственно, вот этот слайдик, это вид цены показывает настройку, где мы с вами уже побывали и, собственно, запомнили, что после видов цен, настройки видов цен, мы уже можем с вами эти цены конкретно задавать. функционал минимальных цен, то есть это как раз мы с вами говорили про диапазон цен и, собственно говоря, именно минимальные цены для того, чтобы мы не смогли, точнее, не мы, наши менеджеры, например, не смогли уйти в минус. Ну и, соответственно, вот вы видите уже, так сказать, в текстовом варианте то, что мы с вами посмотрели при задании диапазонов. Значит, контроль конкретных минимальных цен нам доступен по видам цен, как я уже говорила. То есть, вот мы с вами задали вида цен и диапазон, то есть то, что мы уже потрогали ручками, как же это действует. На следующем слайдике вот так мы, собственно говоря, видим, как мы настраивали диапазоны и минимальные цены, как мы задавали минимальные цены. В этом случае не забудьте один очень важный момент. Для того, чтобы у нас с вами получились проверка цен, нам надо, чтобы пользователь, который у нас с вами работает с ценами, имел такие права. То есть, соответственно, чтобы права пользователя позволяли ему контролировать отклонения от условий продажи, иначе просто не будет выполняться никаких проверок и этот блок у нас с вами не будет использован. То есть, для работников, которые работают с созданием прайсов и настройкой цен, нужны отдельные права. То есть, вот они, видите, вы на слайдике показаны, что права отклонения от условий продаж и отклонения от условий закупок. Нам их необходимо предоставить пользователям. Ну, пользователи у нас с вами, как мы знаем, права пользователей. У нас с вами тоже раздел инфы и администрирования, настройка прав пользователей и, соответственно, пользователи у нас вот с вами как конкретно, допустим, вот мы смотрим конкретного пользователя и его права доступа. Соответственно, если в этом случае мы ему дали такие права, то он сможет использовать этот функционал. Так, уходим отсюда, потому что пользователи нас сейчас не очень интересуют. Так, и мы с вами возвращаемся к слайдам. Затем, чтобы посмотреть следующий раздел, следующий слайдик у нас, собственно говоря, показывает изменения, которые произошли в функционале 2.5 и 2.0. То есть у нас добавилась возможность работать с общими ценами и индивидуальными. То есть общие цены, это понятно, что у нас устанавливаются и используются во всех видах объектов, во всех подсистемах, то есть и в соглашениях, и в договорах, и в магазинах, партнерах, в общем, везде. А вот индивидуальные, это уже от общей цены, то есть она выступает как базис и настраивается для конкретных видов цен. Вот мы с вами уже тоже смотрели этот раздел, предназначен для всех, ну и возможность выбора, где конкретно используются. То есть у нас есть общие цены и индивидуальные. У нас есть вид цены, который предусматривает конкретные показатели, и у нас есть диапазон цен, который мы должны настроить. Ну, например, если мы создаем новый вид цен, то, соответственно, у нас, кроме тех полей, которые я уже показала, то есть, например, я выберу для соглашения. В этом случае у меня становится доступен выбор по гиперссылке. И, соответственно, по гиперссылке у меня вот достаточно большой перечень, чего я могу выбирать. Сейчас мы с вами посмотрим это в натуре, так сказать. Вот еще один момент. Перед тем, как мы будем посмотреть это. Значит, у нас с вами это вид цены. Называется он тестовая. И мы выбираем не для всех, а для соглашений конкретных. Вот мы с вами выбрали. А вот обратите внимание еще на одну тонкость. То есть, я хочу зайти и исправить какие-то подробности уже в существующем. То есть, не во вновь создаваемом виде цены, а во вновь существующем. И у меня здесь недоступны какие-то выборы. Видите, я не могу. Значит, я через кнопочку еще отменяю запрет на редактирование. Вот он. И в этом случае программа меня спрашивает. Ну, ты уверен? Да, я уверен. И вот в этом случае у меня уже доступны и соглашения, как мы говорили, и партнеры, и все остальное. Я не буду изменять уже существующую настройку. Я создам новую, чтобы вы посмотрели по ходу создания пьесы. То есть, вот у меня здесь нету ссылок. Если я выбираю соглашение, то ссылочка появляется. И я могу по ней перейти. Программа просит, чтобы я записала. Но, к сожалению, не буду я записывать. Значит, мы очень много времени потратим на эту операцию. Значит, мы видим только что при переходе. Вот на слайдике я покажу, что у меня, например, для бытовой техники, индивидуальное соглашение. И, допустим, я его выберу. Значит, в этом случае мне будет доступна установка периода действия. То есть, вот как и здесь, например, разовая продажа и когда он у меня действует. То есть, на конкретный день. И, соответственно, кроме этого, значит, если мы перешли на ценообразование 2 и 5, то есть в этом случае мы помним, что в редакции 2.0 все моменты, которые касались индивидуальных сцен, были в карточке соглашения, а теперь они из карточки соглашения перешли в настройки. Вот это нужно помнить и, соответственно, не забывать пользоваться этим механизмом правильно. Еще один момент. Вот следующий слайдик мы с вами посмотрим, который у меня называется тестовый. Соответственно, наценку мы делаем. Если мы хотим сделать какую-то наценку, на цену поступления. То есть, цена поступления, это у нас с вами отдельный вид цен, который, соответственно, при проведении документов, поступления товаров, например, и услуг, мы используем вот таким образом. Значит, у меня в этом случае способ задания цены, ручное заполнение. Но кроме ручного заполнения у меня доступны вот такие вариации, как мы уже говорили, и с Яндекс.Маркета, и с Озона, и с экселерских файлов и так далее. И не забываем про пороги срабатывания, что их тоже нужно установить. На самом деле мы с вами поговорили еще про расписание автообновления. То есть, соответственно, это у нас расписание актуально, когда у нас много документов, и, например, много документов поступления, и надо задавать те цены, которые изменяются, ну, например, в зависимости от курсов долларов, то есть ежедневное там какое-то изменение. В этом случае мы задаем автообновление, и, как уже говорили с вами, переходим на расписание и задаем его параметры, то есть ежедневное, еженедельное и так далее. То есть это то, что касается настройки, ну, если можно так сказать, ну, во-первых, видов цен, а во-вторых, вариантов, как их изменить, и как настроить автообновление. А вот теперь мы с вами поговорим о том, что кроме того, что мы с вами, сейчас переходим на демо-базу, кроме того, что мы можем задать вид цен, а мы с вами можем задать... Нет, я сохранен, не сохранен. Мы с вами можем задать и работу со скидками, с бонусами и с картами лояльности. То есть мы задаем виды цен, это мы уже поговорили, но мы точно так же можем задать виды карт лояльности и бонусной программы. То есть виды карт лояльности мы задаем, ну, это, естественно, я нафантазировала, то есть у нас тут, может быть, ну, какие-то ваши конкретные названия. То есть через кнопочку «Создать» мы создаем те карты лояльности, которые мы будем применять в наших бизнес-процессах. Обратите внимание, здесь обязательно есть период действия и организации, которые у меня существуют, кто их конкретно будет применять, ну, например, Андромета. И как будет данные карты активированы и как будут применяться. То есть видите, закладочки, скидки на оценки, шаблоны и комментарии. Если там Ивану Ивановичу представляем, Иванову нет. И здесь у нас есть возможность по ссылочке, вот по переходу настроить, какие конкретно скидки мы будем, или на оценки, наоборот, мы будем применять. К сожалению, вообще-то раздел достаточно большой, и мы не можем уделить больше времени этим настройкам, но постараемся все немножко захватить. Значит, нет, не надо нам. Это у нас для примера карты, которые мы создали. И кроме этого, то есть у нас есть карты лояльности и могут быть бонусные программы. То есть, например, при покупке трех штук, одна там при покупке бытовой техники за три штук, но дополнительно дается. Ну, то есть настройка, соответственно, вашим бизнес-процессам. И условия, при которых у нас предоставляются скидки или на оценки. То есть про скидки мы поговорили, что на самом деле они у нас предоставляются, но при каких условиях, то есть вот, допустим, вариации, как могут быть настроены данные разделы. Если мы заходим вот конкретно в раздел, то, соответственно, видим условия предоставления, можем перейти, можем... Золотая карта у меня настроена. Если вот по этой пиктограммке я перехожу в золотую карту и смотрю, какие настройки я задала, когда я ее себе сфантазировала. То есть это уже как бы создано для того, чтобы вы могли зайти посмотреть. То есть если у вас демо-версия установлена, вы можете зайти и посмотреть, если сомневаетесь, для чего какая-то конкретная наценка создана. Если вам не хватило контекстных справок, то зайти и посмотреть, как сделано уже в существующей, например, карте или бонусы, ну, какие-то конкретные примеры, подсмотреть и применить. Снова возвращаемся в наш слайдик. И таким образом, вот мы с вами здесь видим небольшой слайдик, максимально ужатый, то есть как образец, каким образом мы настраиваем скидки и наценки. На следующем слайдике у нас с вами вот скидки и наценки, настройки. То есть мы уже что-то с вами строили. Вот посмотрели, что мы конкретно настраивали. То есть скидка процентом, скидка суммой. Ну, вот такие вариации. И, соответственно, вот здесь разбито диалоговое окно на две части. В одной части мы выбираем при создании какие-то конкретные параметры, скидок или наценок. И вот здесь мы выбираем, где действует. Мы уже смотрели этот слайдик, смотрели с вами в самой программе. И, значит, мы теперь с вами подошли вплотную к тому, как устанавливаются цены. На самом деле существует документ установка цен, но у нас с вами очень интересный момент получается. То есть документ установка цен номенклатуры, он практически, это только печатная форма. А для работы с ценами номенклатуры у нас есть рабочее место. Рабочее место, мы сейчас в него попадем, перейдем. Значит, рабочее место позволяет работать с установками цен номенклатуры и с изменением каких-то параметров. Значит, переходим с вами. Так, позакрываем, чтобы это нам не мешалось. Это мы уже с вами посмотрели. Здесь мы уже были. Значит, у нас с вами блок подраздел CRM и маркетинг. И основное рабочее место у нас раздел цены и скидки. И рабочее место цены и скидки прайс-лифт. Как вы видите, выделено жирным шрифтом. В основном рабочие места таким образом выделяются. Мы переходим на это рабочее место. И, ну, во-первых, мы задаем параметры, на какой момент нам это интересно. И, во-вторых, нажимаем кнопочку создать. Все просто. И мы видим, какие конкретно у меня вот такая группировка, торговая деятельность, производственная деятельность. И мы, соответственно, отмечаем, какие моменты мы хотим выбрать. Например, в торговой деятельности, в производственной деятельности. Ну, так вот я... Пусть у меня все будет в иерархии. Но я могу, кроме этого, выбрать по номенклатуре и по свойствам. Как мы уже говорили, у нас добавлены... Добавлены возможности работать с ценами по характеристикам, по сериям и так далее. И вариации установлены. Для чего цены установлены? То есть, если я выбираю какую-то конкретную, например, вот... Цена установлена. То, соответственно, выбираю подходящий сегмент. Таким вот образом. И, соответственно, кроме этого, я могу установить, как вы видите, ссылку маркетингового мероприятия. То есть, если у меня цены будут применяться для каких-то конкретных распродаж, например, акций, там, выставок и так далее, то я могу маркетинговое мероприятие, соответственно, создать те, которые соответствуют нашим бизнес-фантазиям. Мы задаем здесь колонки. То есть, вот таким образом. То есть, чекбоксы в соответствии с тем, что мы хотим видеть. И использовать линию сортировку для отбора. Обратите внимание, то есть, вот здесь фунт, линейка, форму, вот это очень удобный механизм, потому что, если вот я задерживаю здесь курсор, у меня появляется подсказка. То есть, вот это прибавить какой-то конкретный процент, например, увеличить все цены на 2%, или уменьшить на 2%. Вот это, соответственно, распределить какую-то сумму. И вот это задать по функции. То есть, вот видите, на этой контекстной справочке видно, что обозначает каждая функция. И вот теперь кнопочка «Изменить цены» не позволяет цены либо загрузить. Ну, чаще всего, естественно, используется экселевский формат, но тем не менее. Вот они. Либо изменить цены уже конкретно на процент, на какую-то сумму. Установить просто принудительно какие-то цифры или рассчитать по формуле. То есть, когда я выбираю «Рассчитать по формуле», я могу добавить из конкретного инструмента «Расчет по формуле». Здесь, обратите внимание, нужно немножко, если мы применяем «Рассчитать по формуле», то, соответственно, формула должна соответствовать правилам, арифметическим правилам. А вот теперь закладочка, кнопочка «Печать» не позволяет вызвать, обращаю ваше внимание, документ «Установка цен номенклатуры». То есть, на самом деле, установка цен номенклатуры – это конкретный документ, который я могу задать. Вот я не создавала никаких параметров. То есть, изменение цен номенклатуры, например, на 2%. И вот здесь у нас, допустим, кнопочка «Эксель». Это позволяет и загрузить, и выгрузить. Если мы хотим кому-то отправить, например, выбранные цены, создать для него индивидуальный прайс-лист, и выгрузить это в эксельский формат и отправить, например, по электронной почте. Так, сейчас мы с вами снова возвращаемся к настройкам «Ц». Так, и следующий слайдик у нас, на самом деле, вот что нам показывает. «Поступление товаров и услуг», то есть «Установка цен номенклатуры». Как нам это сделать? То есть, мы с вами говорили, что цена приобретения – это одна из самых основных видов цен, от которой можно, соответственно, по формулам или по каким-то другим параметрам устанавливать зависимые цены. Что это такое? Значит, идем с вами снова в Дембазу и берем любой документ «Поступление товаров и услуг». Например, документы «Закупки все». Вот я возьму «Приобретение товаров и услуг». Здесь у меня на закладочке проверяю, что товары – «Да». И в этом случае у меня есть возможность установить цену закупки, цену поступления. Мы используем вот эту кнопочку, пиктограммку, ввести на основании. И у нас вот сейчас откроется достаточно большой перечень. Как вы видите, я могу здесь делать очень много действий. Но вот он у меня, почти последний пункт – это установка цен номенклатуры. То есть, если у меня есть документ «Поступление», я выбираю «Установку цен номенклатуры» и у меня доступна вот такая операция. То есть, установка цен номенклатуры действует. Основание приобретения товаров и услуг, конкретный документ и цена поступления. Я от цены поступления могу... Цена поступления заполняется автоматом по документу поступления. А вот эти параметры у меня уже заданы в настройках. То есть, я задавала формулу для оптовой цены. Соответственно, у меня оптовая цена рассчитывается самостоятельно. Но кроме того, что оптовая цена, у меня еще здесь будет весь перечень, который мы с вами смотрели, все виды цен, которые я создавала. И, соответственно, они у меня созданы. И созданы уже формулы изменения этих цен. Ну, на самом деле, мы можем посмотреть, если что-то не устраивает, ручками подкорректировать. Но автоматически цены уже рассчитались. То есть, у меня готовы... Мне не надо дополнительно делать никаких функций. У меня весь мой огромный перечень цен, которые видят цен за... Я могу здесь видеть. Я могу изменить. То есть, допустим, я знаю, что я сегодня у них взяла эти две позиции, а завтра еще у меня один документ на таможне. Я могу, соответственно, добавить номенклатуру, изменить строки, сделать любую сортировку. Ну, то есть, на самом деле, и вот эта самая интересная кнопочка я могу рассчитать. То есть, и изменить, естественно, в точном варианте. И просмотр. Просмотр я могу чаще всего по умолчанию. Это дерево просмотра. А может быть, любой вариант. Вот так сейчас сделаем. И, соответственно, статус. Сразу предоставляется статус. То есть, если мы используем утверждение, например, что данные цены должен утвердить в обязательном порядке директор. То есть, мы ставим, что директор все видел и согласовал. Ну, либо еще не успел. Вот таким вот образом происходит у нас установка цен номенклатуры при поступлении товаров по документу, поступлении товаров и услуг. Мы можем установить цен номенклатуры. Вот установка цен номенклатуры. И в этом случае пусть будет записать. Пусть будет вот так. Вот у меня уже есть документ, который официально устанавливает эти цены. И, соответственно, у меня коммерческий отдел может уже эти цены применять для торговли, ну, можно сказать, с колес. Вот так возвращаемся. Это мы с вами посмотрели слайд, который демонстрирует установку цен номенклатуры. Основную цену приобретения мы с вами смотрели. Кроме этого мы с вами сейчас еще вернемся в демо-базу. Позакрываем то, что мы уже с вами посмотрели. И, кроме того, что мы с вами смотрели CRM-маркетинг, то есть, соответственно, здесь мы можем создать скидки, создать начисление и списание бонусных баллов. Но, кроме этого, у нас с вами еще остался непосмотренный раздел, подраздел отчеты по CRM и маркетингу. На самом деле, отчетов здесь очень много. И по сделкам и по анкетированию. Но интересуют нас, на самом деле, только вот эти отчеты. То есть, отчеты прайс-лист для нас доступен в вот такой форме. То есть, мы создаем вот такой прайс-лист, например, на дату, на начало этого дня. И создаем параметры отборов, соответственно. И кнопочка «Сформировать» нам позволяет сформировать вот такую достаточно большую печатную форму. Как вы помните, если мы нажимаем на вот это поле, то мы можем выбирать уровень группировок. Ну, я вот так вот сделаю. Вот, видите, и, соответственно, по плюсику я открываю каждую конкретную группу. И могу просмотреть свои художества. Значит, это мы с вами напомню про... Сматривали раздел CRM и маркетинг. И, собственно, все, что связано с ценами и скидками. Основное рабочее место для работы с ценами – это цены, прайс-лист. Ну, и, соответственно, скидки, бонусы и так далее. Раздел «НСИС-продаж», повторяюсь, это заполнение дополнительных справочников, которые используются в работе с этим разделом. И отдельно у нас с вами есть подраздел «Сервис», где, соответственно, тоже размещены отчеты, которые, в общем-то, классические, которые встречаются во всех конфигурациях, и в торговле «Склад», и «ИРП». Вот, обратить внимание, я хочу сейчас вот на такие моменты. Значит, когда мы говорим про отчеты, вот в отчетах, которые мы используем из раздела CRM и маркетинг, вот из этого раздела, у нас с вами, ну, в большинстве своем управленческие, управленческие отчеты, естественно, поскольку связаны с ценами. Цена, в общем-то, не… Работа с ценами – это не бухгалтерская, скажем так, составляющая. А вот то, что у нас с вами находится в разделе «Регламентированный учет», это уже вот конкретно бухгалтерская составляющая, но интересовать нас сейчас с вами будет немножко другое. То есть раздел 1С «Отчетность» – это блок, как вы видите, раздел «Регламентированный учет», блок 1С «Отчетность» – это название блока, но и название сервиса. Соответственно, название сервиса у нас, как вы видите, ссылки на дополнительные функции, у нас есть ссылка на личные кабинеты. Личные кабинеты – это и кабинеты в фискальных органах, но у нас появился не так давно единый налоговый счет и личный кабинет в едином налоговом счете. Это, в общем-то, так сказать, больная тема. То есть личный кабинет для единого налогового счета, во всяком случае, достаточно удачный, он информативный, но перейти в него мы не можем напрямую, если у нас не включена одна функция. То есть если у нас не включен сервис 1С «Отчетность». Если я, например, перехожу в личный кабинет, то мне сейчас программа подумает-подумает, я выберу, какую организацию хочу, и вот теперь она мне сейчас ругнется, что, извини, подключи сначала сервис 1С «Отчетность». Что такое этот сервис? На самом деле этот сервис доступен, если я перехожу в блоке 1С «Отчетность», например, в «Общий журнал», и сейчас мне программа выдаст вот такой баннер рекламный. Значит, почитать поподробнее про возможности можно по этой ссылочке, но, собственно, суть вопроса в том, что 1С «Отчетность» сервис дает возможность прямого обмена сайтами вот этих вот подчисленных здесь фискальных органов, то есть, например, налоговые и так далее. Несмотря на то, что у нас уже с вами есть в программе, например, личный кабинет в ФНФ. Так вот сейчас сделаем. Вот личный кабинет. Вот он для юридических лиц, вот он для предпринимателей, для эпистов. Но эти кабинеты позволяют смотреть только регистрационные данные, то есть то, что содержится в EGRU или EGRIP. И здесь нету возможности смотреть личный кабинет с ЕНЭС, с единым налоговым счетом. Это вынесено в отдельный раздел, личный кабинет ЕНЭС, который находится вот в этом блоке. То есть для того, чтобы подключить, скажем так, то, что очень хочется почти всем, то есть личный кабинет по единому налоговому счету, я должна сначала активировать сервис 1С отчетность. При этом, если у меня подписка проф и тест проф, то мне для одного юридического лица этот сервис будет бесплатный. А если у меня много юридических лиц, ну, например, холдинговая структура, то в этом случае у меня будет, к сожалению, только одно лицо бесплатно, остальные за денежки. Правда, денежки не очень фантастические. Например, порядка 4800 рублей за год. Но, опять же, в зависимости от того, сколько лицензий. Ну, если мы делим на помесячно, то получается более приятная цифра психологически. А если у меня подписка ИТС Техно, то у меня бесплатных подключений вообще нет. Я только за денежку. То есть я должна буду подключить 1С отчетность в сервис, и только после этого мне доступен будет личный кабинет ЕНЭС, опять же, в налоговых органах. К сожалению, на этом наша встреча заканчивается. И я хотела бы снова вернуться к нашим слайдикам и вернуться к началу нашей встречи, вот к этому слайду, на котором наши контактные данные. И, собственно, обратите еще раз ваше внимание, как с нами можно связаться. И мы будем очень благодарны за обратную связь, за сотрудничество. То есть мы выполняем весь спектр работы в отношении 1С. И настройка, и доработка, и продажа. То есть все, что угодно. Поэтому мы будем очень благодарны, если вы к нам обратитесь, и надеемся на плодотворное сотрудничество. на этом разрешите закончить нашу встречу. Пожелать вам хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова